Евгения Пригожина называют одним из самых близких и самых жестоких людей из окружения Путина. Что означает этот, судя по всему, разрастающийся конфликт между ним и военным командованием России? Я думаю, что это важный знак. Потому что если отношения между Пригожиным, который является основателем и лидером ЧВК «Вагнер», и командованием армии России окончательно испортятся, то такой разлад распространится на все российские вооруженные силы и окажет на них разрушительное воздействие. Это также разлагающе подействует на российскую политику на высших уровнях руководства. Поэтому я считаю это важным событием. Немногие люди в России позволяют себе так критиковать руководство, как это делает Пригожин. Он делал это раньше и делает сейчас. Насколько влиятельным он стал благодаря участию своей ЧВК в войне? Я не думаю, что кто-то точно знает, насколько он влиятелен. Но он явно чувствует, что это может сойти ему с рук. Как вы отметили, в России совсем не часто звучит публичная критика в адрес правительства или военных. Но ему это сходит с рук. По крайней мере, так было до сих пор. И очевидно, он считает, что у него достаточно политического влияния или власти, или близости к Путину, как бы вы это ни описывали, чтобы идти на это. Но рано или поздно Путину придется дать ему пощечину. А то, что он жалуется на то, что его люди не получают боеприпасы, говорит о том, что руководство не склонно к нему прислушиваться. Пригожин говорит, что без его наемников линия фронта рухнет. Угрожает ли он Путину отводом своих сил косвенно? Думаю, что да. Но дело не только в отводе формирований. Ведь если вы не получаете боеприпасы, вы не можете воевать. В противном случае потери будут огромными. Так что если он выведет из зоны боевых действий свои отряды, я не думаю, что это будет крах всей армии. Но это, безусловно, резко ослабит российские позиции. Как вы думаете, насколько Путин обеспокоен этим разногласием? Ведь с его точки зрения все это, наверное, выглядит не слишком хорошо. Ну, как это выглядит для нас, это одно. И совсем другое дело, как на это смотрит Путин. Многие совершают ошибку, оценивая политические события в России через американскую или западноевропейскую призму, в чем зачастую нет смысла. Путин использует это в своих целях, чтобы выступать в роли высшего арбитра между ними. Но в какой-то момент, если у вас есть многотысячные военные силы, моральный дух которых рушится, или если они угрожают отступить и заявляют, что не получают боеприпасов, то в какой-то момент нужно будет что-то сделать, чтобы остановить Пригожина или дать ему что-то из того, что он хочет.